я вас делаю организатором вас на компьютере сделать телефон телефон которая рука это не надо это не да и к камеру нам на махараджа хари кришна хари кришна дия гуру махараш там надо закрепить отслеживание камеры поближе и пониже а камеры здесь не хватит все подключены поближе колонку нужно ближе все на работу в Польше все подключены все подключены все подключены все подключены Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Om Namo emotional Субтитры создавал DimaTorzok 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 Причиной обоих недугов является материальное осквернение. Очиститься от него можно в процессе преданного служения Господу, так как в преданном служении этих двух недугов, желание господствовать над материальной природой и стремление слиться с Верховным Господом просто не существует. Так огонь преданного служения в сознании Кришны уничтожает причину материального существования. На первый взгляд, преданный, поглощенный сознанием Кришны, может показаться выдающимся корми, потому что он постоянно занят какой-то деятельностью. Но внутренний смысл действий преданного состоит в том, что они предназначены для удовлетворения Верховного Господа. Такую деятельность называют бхакти, преданным служением. Арджуна был воином, но сражаясь, он удовлетворил чувства Господа Кришны и таким образом стал его преданным. Поскольку преданные также изучают философию, стремясь почтить Верховного Господа, их деятельность может показаться похожей на занятие дьяни, однако на самом деле они стремятся познать духовную природу и трансцендентную деятельность. Таким образом, хотя в преданном служении и существуют тенденции к философствованию, в нем отсутствуют материальные последствия кармической деятельности и эмпирического философствования, потому что деятельность в преданном служении предназначена для удовлетворения Верховной Личности Бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, Господь Капила объясняет процесс Сангхья-йоги своей матери Девахути. Сангхья-йога включает в себя медитацию на сверхдушу и также понимание того, как устроена материальная энергия и материальная природа. И в сегодняшнем стихе Господь Капила объясняет положение живого существа, находящегося под влиянием материальной природы. Здесь объясняется, что живое существо как будто бы объято пламенем. То есть сама материальная природа сравнивается с этим плавающим огнём. Обусловленная жизнь под влиянием материальной природы не очень комфортна. Мы находимся в этом положении из-за болезни обусловленности. И Шрила Прабхупада в комментарии объясняет, что у обусловленной души может быть два основных вида болезни этой обусловленности. Одна из этих болезней – это желание господствовать над материальной природой ради нашего собственного чувственного удовольствия. Кармии – они хотят наслаждаться материальным миром. Но через какое-то время кармии тоже разочаровываются в материальном мире и прекращают свои попытки господствовать над ним. И тогда вступают на путь эмпирического философствования. У них появляется желание слиться с Верховным Всевышним и раствориться в Его сиянии. Таким образом, есть кармии, а есть гьянии. Кармии хотят наслаждаться материальным миром. И оба этих состояния – это болезненные состояния материальной обусловленной жизни. И чтобы вырваться из этих болезненных обусловленных состояний, нужно заняться процессом предного служения. И дальше в комментарии Шила Прабхупада говорит о том, что иногда люди принимают преданных за карми, потому что преданные тоже заняты активной деятельностью. Потому что люди видят, что преданные иногда очень тяжело трудятся, например, распространяя книги или делая другие попытки распространить знания Кришны. Преданные тяжело трудятся, готовя самосы. Каждый день работают длинный рабочий день, по многу часов выпекая самосы. И люди могут подумать, в чем тогда разница, ведь преданные тоже так же тяжело трудятся, как и мы. Кармии не способны увидеть разницу между преданными и непреданными. Всем нужно работать, никто не может просто сидеть и бездельничать. Сама природа души в том, что она не может бездействовать, ей нужна какая-то активность. И если мы пытаемся остановить всякую деятельность, то это очень искусственно. Мы не можем долгое время пребывать в бездеятельности. Внешне деятельность может выглядеть точно так же. Мы знаем, что другие люди, непреданные, тоже могут тяжело работать и даже печь самосы. Но все-таки есть разница между преданными и непреданными. Поскольку преданные работают для удовлетворения Кришны. И результаты их работы все отдаются Кришне. Это делается ради служения Кришне. Но кармии хочет наслаждаться результатами своей работы сам. А преданные предаются Кришне. А преданные видят, что все результаты его трудов, которые приходят к нему, приходят по милости Кришне. Но кармии работает ради своих наслаждений. И его мотивация, то, что заставляет его работать, это его собственные желания. И хотя обе категории, преданные и непреданные, работают, и внешне их деятельность может выглядеть одинаково, но их отношение к этому существует огромная разница. А преданные работают без желания получать плоды своей деятельности. Кришна объясняет это в Бхагавадгите и говорит, что у тебя есть право работать, но ты не вправе присваивать себе результаты своего труда. И далее Господь Кришна продолжает, никогда не испытывай привязанности к результатам своего труда. и никогда не думай, что ты есть причина этих результатов, этих труда. И никогда не привязывайся к тому, чтобы не выполнять свой долг. И таким образом Кришна объясняет, как должны действовать и работать преданные. Материалистичные люди не могут так работать. Потому что то, что движет ими, и то, ради чего они работают, это как раз результат. Мы думаем, что я получу за это. И если результат нас не устроит, то мы не будем работать. А преданные работают просто ради удовлетворения Кришны. Он хочет удовлетворить Кришну, и у него нет других желаний. И далее Прабхупада в комментарии продолжает и описывает, как бы сравнивает, говорит, что люди могут сравнивать преданных с дьяни, поскольку преданные тоже изучают философию. Обычно люди постигают какие-то истины через спекулирование. Они хотят докопаться до истины просто усилиями своего ума. Гьяни будут читать об играх Кришны и пытаться понять их при помощи усилий своего собственного ума. И будут пытаться объяснить все через аллегории, сравнение. Они, например, будут говорить, что пандавы – это просто наши пять чувств. То есть они говорят, что описание пандавов – это просто аллегория, сравнение с нашими пятью чувствами, поскольку у нас пять чувств, а пандавов тоже пять, и значит, пандавы – это просто как наши чувства. А Курукшетра – это наше тело. И они говорят, что на самом деле все, что описывается, все, что происходило на Курукшетре – это просто аллегория, и нужно трактовать это при помощи своих умственных усилий. Но мы утверждаем, что такое место, как Курукшетра, существовало в реальности и также существовали в реальности пятеро пандавов. Но люди пытаются понять это через призму своего ума. Мы знаем историю, когда Кришна украл одежду у гопи, когда они совершали омовение. И они объясняют, что вот это тоже аллегория, что Кришна забирает желания у своих преданных. Они хотят все понимать по-своему. Вот это и есть умственные спекуляции. Например, такие люди могут услышать, что коровий навоз обладает антисептическими свойствами. Если у вас на коже какое-то заражение, вы можете приложить к больному месту коровий навоз, и так как у него антисептические свойства, он поможет излечить это. И также при помощи коровьего навоза мы очищаем новое место, куда мы попадаем, въезжаем. Например, после постройки нового храма мы также его моем с коровьим навозом, чтобы очистить. И вот так спекулятивно рассуждая, человек может подумать, но если коровий навоз очищает, то испражнения брахмана, наверное, обладают еще большей очищающей силой. Поскольку брахман является символом гудной благости. Но это так не работает. Но это то, что происходит, когда вы начинаете эти умственные спекуляции. Например, история, когда женщина послала своего мужа на базар купить ги. Она сказала, пойди на базар, купи ги, и я тебе пожарю покор. И этот муж пришел на базар, зашел в какую-то лавку, и там этот продавец сказал, мое ги так же чисто, как масло. И муж стал размышлять, так, чисто, как масло, может быть, мне нужно купить масло. И он зашел в другую лавку, и там продавец сказал, что мое масло такое же прозрачное, как вода. И этот муж, эта женщина подумал, ну, значит, мне воды надо купить. И он купил воды, принес домой, и жена сказала, ну, тогда я не смогу пожарить покор на воде. Вот это происходит, когда люди начинают спекулировать. Просто двигаясь в этих умственных рассуждениях, мы никогда не постигнем Верховного Господа. Но при этом мы должны все-таки рассуждать о философии, будучи направляемыми наставлениями Писаний. Умственные спекуляции не поощряются. Но обсуждение философии – это хорошо. Мы должны понимать все через наставления предыдущих ачарьев. Однажды молодой человек написал на Шелепраупаде, вы осуждаете умственные спекуляции, но мы ведь тоже должны понимать философию через ее осмысление. И Сила Прабхупада сказал, что все верно, ты правильно понимаешь, нужно понимать все философски, но не через свои умственные спекуляции, а руководствуясь наставлениями предыдущих ачарьев. Как в Бхагавадгите, например, Кришна говорит «Я вкус воды», и Шелепраупада объясняет, что нам нужно философски понять, как это, что Кришна – это вкус воды. Философские размышления, которые основаны на утверждениях Писаний – это хорошо для нас. И здесь мы видим, как Господь Капила дает наставление своей матери и вдохновляет ее на процесс предновослужения. Он не говорит ей оставить всякую деятельность и сидеть и бездействовать. Он не говорит ей отречься от мира. Он говорит ей, пойми, что есть болезни этой материальной жизни. Желание и зависть. У нас есть желание, мы хотим обладать различными вещами в этом мире. И мы хотим их ради своего чувственного наслаждения. И также у нас есть ненависть и зависть к, опять же, некоторым вещам в этом мире. И из-за ненависти и зависти мы хотим отказаться отречься от этого мира. И мы думаем, что мы сможем распрощаться с этим миром, растворившись в Абсолюте. И вот это болезнь имперсонализма. Мы хотим уйти от проблем этого мира, погрузившись, слившись со Всевышним. Но если мы сливаемся с безличным, это не будет таким постоянным решением, окончательным. Вы можете получить имперсональное освобождение и войти в Брахман. Но вы не сможете остаться там надолго. Вы побудете там какое-то время, но там нет никакой деятельности. И нет никакого разнообразия. Никаких отношений. Что вы будете делать со своими мобильными телефонами? Потому что там ничего не происходит. Там только единство. Вы не сможете отправлять сообщения самому себе. Там просто единство. Никакой деятельности, никаких отношений. Просто чувство единения с Брахманом. Вы можете остаться там на какое-то время, но потом все равно вернетесь сюда. Мы возвращаемся сюда, потому что мы хотим заниматься деятельностью. Потому что сама природа души – это заниматься какой-то деятельностью и вступать в отношения. А когда мы пытаемся уйти от этого, мы не сможем оставаться долго в таком состоянии. Мы испытываем разочарование в отношениях в материальном мире. У вас есть проблемы, конфликты, трудности в общении с людьми. И мы делаем вывод, что все отношения плохие. Но мы должны понять, что есть чистые отношения. И эти чистые отношения приходят к нам на духовном уровне. Если мы общаемся на телесном уровне, то тогда у нас будут проблемы. Тело не вечно. Тело меняется. Даже в течение нашей жизни мы можем наблюдать, как меняется наше тело. И точно так же отношения меняются. У матери прекрасное отношение с ребенком, пока он маленький, пока он слушается. Но ребенок вырастает. Ваш маленький сынишка держит вас за руку, когда он еще маленький. Но когда он вырастает, он уже может не проявлять такой любви к вам. Отношения меняются. Но в духовном мире отношения вечны. И у нас у всех есть вечное отношение с Господом Кришны. И Господь Кришна всех нас приглашает вернуться к Нему. Он приходит сюда лично и рассказывает Бхагавадгиту и объясняет нам, как мы можем просветиться. И также он посылает сюда своих чистых преданных, чтобы они тоже проповедовали нам. Он очень ждет, когда мы уже вернемся к Нему. Но мы держимся изо всех сил, хватаемся за этот материальный мир и думаем, ну сейчас что-то не время. Я лучше подожду более удачного момента. Мы столько предпринимаем попыток к тому, чтобы стать счастливыми в этом мире. Но это не наш настоящий дом, мы не отсюда. И здесь мы не находим такого удовлетворения, которого мы жаждем. Если мы хотим настоящей жизни и настоящих отношений, там, в духовном мире, мы все это получим. А здесь это просто искаженное отражение настоящей жизни. Все, что существует в духовном мире, присутствует также и здесь, но в перевернутом виде. Наслаждение, любовные отношения, забота, это все здесь присутствует, но в очень ограниченном объеме и очень временно. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь отношения. Но наша любовь, которую мы испытываем к людям, основана на теле. Когда кто-то умирает, его тело остается, но что вы будете делать с этим телом? На днях я был на Сахалине, и там у одного преданного мать оставила тело. Она была тоже начинала свою практику преданного служения. Когда ее сын был еще маленьким мальчиком, она привела его к преданным, и Говинда Махараж дал ему детское духовное имя. И преданный жил под этим духовным именем около 30 лет. Он сказал, что когда ему было 11, его мать привела его к Говинде Махаража, и он дал ему имя. Сейчас ему 40, он 30 лет уже живет под этим духовным именем. И его мать оставила тело. И, конечно, у него были очень глубокие отношения, он очень любил свою мать, поскольку все эти годы они жили вместе, и он заботился о ней. Но она оставила тело. Матери больше нет. Что ему теперь делать? У него огромные перемены в жизни. И вот теперь перед ним стоит выбор, что ему дальше делать до конца своей жизни. Потому что до этого жизнь вся вертелась вокруг заботы о его матери. Он жил с матерью, работал, зарабатывал ради того, чтобы заботиться о ней. Но сейчас ее больше нет. Что ему делать теперь? И с такими обстоятельствами каждый из нас встретится в течение своей жизни. Люди, которых мы любим и о которых заботимся, рано или поздно могут умереть или просто куда-то уехать от нас. Дочь одного моего друга выросла, встретила парня, и этот парень сказал, а давай поедем в Австралию, у меня там дядя живет. И девушка сказала, да конечно, давай поехали. И таким образом она оставила мать и отца, и они пребывали, конечно, в глубокой печали, что их дочь уехала. Но такое случается. Вы любите своих детей, растите их, заботитесь о них всю их жизнь, а потом девушка встречает парня и улетает куда-то. Такое происходит в нашем мире. Вы не поменяете природу людей. Материальная природа – это бушующий огонь. Очень много проблем. Но если вы занимаетесь преданным служением, Если вы занимаетесь преданным служением, каким-то образом вовлекаетесь в преданное служение, то ваша ситуация поменяется. И сейчас Махараджи нужно уже давать лекцию для китайцев. И сейчас Махараджи можно вести первый раз. И так далее. И сейчас Махараджи нужно уже давать лекцию для китайцев. Продолжение следует...